Если храмы возводятся, значит духовное вечно. В Салихарде продолжается строительство храмового комплекса, собора и православной гимназии. Строительство в свое время благословил святейший патриарх Московский в Сеяруси Кирилл. Какие объемы работы выполнены на этот день, расскажет Елена Работнева. В центре Салихарда на берегу реки шумит строительная техника. Возводимый объект притягивает внимание и формой, и содержанием. Историки, знакомые гостей окружной столицы с ее достопримечательностями, аргументированно обосновывают потребность в новом храме, опираясь в том числе и на вековую культуру Ямала. Важно отметить, что с православием на территории нашего округа знакомо уже очень давно. Многие века местные жители, в том числе и аборигенное население, ханты, нецы, селькопы, совместно с комизырианским, славянским населением и другими этносами исповедуют православие, принимают участие в проведении различных обрядов и таинств. Строительство в условиях вечной мерзлоты – процесс особенный. А если храм возводится, то дело переходит в категорию «уникальные». Как вы знаете, ни одного здания, кроме храма святых апостолов Петра и Павла, на литом фундаменте в городе нет. И храм преображения Господня не будет исключением. Только для строительства данного храма преображения Господня были пробурены скважины глубиной свыше 40 метров, в которые были вбиты металлические трубы, вставлены армированная сетка и все залито цементом. То есть стандартная технология строительства девятиэтажного дома, 12-метровая свая и только. А здесь, вы представляете себе, 40 метров. Строители подошли к делу осознанно и очень грамотно. Иначе и быть не может. Андрей Заборовский в сфере строительства уже более четверти века. При его непосредственном участии в округе возведено 12 километров мостов. Сегодня Андрей Михайлович работает на строительстве православной святыни в числе руководителя ямальского проекта группы компании СГК «Танстрой Ямал». Для всего коллектива это очень значимый объект. У нас работает много верующих и вклад свой приносит с удвоенной силой. На данный момент при строительстве храмового комплекса заканчивается монолитное сооружение дома Причты. Дом гимназии, значит, у нас фундамент закончен и возведение колонн первого этажа. По самому храму заканчиваем монолитное сооружение малых барабанов на отметке 30 метров. И сейчас возводим монолитное сооружение центрального барабана на отметке 35 метров. На одном участке работы планируют завершить сооружение центрального барабана. На другом производят кирпичную укладку стен. Все в комплексе. Потому среди многочисленных видов работ на объекте сложно выделить главный. Хотя уже можно суммировать промежуточный итог, проделанного за год. 20 тысяч кубов бетона, 5000 тонн арматуры, 3000 кубов кирпича. Высота храма в перспективе составит 62 метра, 75 сантиметров вместе с крестом. Таковы объемы работ в цифрах. Ну а в человеческом плане, конечно же, роль и значимость данного объекта сложно сосчитать. Да, не сосчитать, не выразить. В каком-либо эквиваленте эмоции верующих и молящихся о спасении душ человеческих. Для прихожан города Лабутнанги строительство храма в Салихарде событие точно не рядовое. Конечно, храм в городе Салихарде, он для Лабутнанг только плюс, потому что большие праздники церковные. Многие прихожане просто не могут физически попасть в наш храм в связи с его размерами. И вообще для верующего человека любое возрождение или открытие храма, будь то у нас в городе или в городе Салихарде, это великая, конечно, радость. Вот так по замыслу выглядит самый большой на российском севере храмовый комплекс, пока на эскизе. Но духовное торжество обязательно обретет свою материю, радуя конкретными формами новой святыни. Помогут и вера, и дело рук человеческих. Елена Работнёва, Максим Мячин, Салихард, для программы «Время местное».